человеку бесконечно интересна история связанная со здоровьем кто чем болеет но еще и про любовь немножко и все это вместе давайте обсудим с доктором медицинских наук с заведующим кардио реанимационным отделением 29 московской больницы алексеем эрлихом алексей здравствуйте добрый вечер здравствуйте алексей дмитриевич наверное вы сейчас стали известны всей стране не как выдающийся доктор а как человек который поехал к навальному а вам за это что-то было плохого ну или хорошего нет ничего не было ни плохого нехорошего ну хорошее то что в результате как кажется отчасти из-за наших попыток алексей навальный прекратил голодовку и это конечно хорошая плохое лично мне ничего не было в этой ситуации ну как кажется что плохое остается потому что мы не очень понимаем как чем его лечат и такого состояния его здоровья у вас был проект замечательный проект который вы недавно написали сейчас собираюсь возрождать как лечили сделка Субтитры создавал DimaTorzok А вы могли бы в этот проект включить Алексея Навального? Мы сейчас можем узнать, как его лечили или данных нет? У тех докторов, которые ездили со мной, которые после обсуждали, с которыми я ездил, так правильно сказать, и которые после обсуждали ту медицинскую документацию, которая была получена через адвокатов Алексея Навального, сложилось некоторое мнение о том, как его лечили. Детали той информации, которую мы располагаем, пока являются, на мой взгляд, медицинской врачей-обнятайной, я не могу их распространять. Но в целом складывается впечатление, что в тех назначениях, которые мы делали, были некоторые, мягко скажем, странности. Мы видим, что, если вернуться к проекту, как лечили, уровень медицины оставляет… в этом месте желает лучшего. А вы разговаривали с докторами, которые видели Алексея Навального, потому что нам было сказано, что несколько врачей из Владимира приходили, видели, обследовали, видимо, продолжают обследовать. Вы знаете их имена? Они как-то выходили с вами на связь? Имена мы их знаем, но от такой возможности связаться не получилось. Но вы же коллеги. Есть же какое-то врачебное братство. Ну, про никакого врачебного братства нет, это какой-то миф. Ну, просто попытки дозвониться не увенчались успехом. А это ваше первое столкновение с тюремной медициной? Вот так напрямую в лоб первое. А косвенно, конечно, у меня в больнице подают пациенты, следственного изолятора, благо район Ефортово, в котором я работаю, к этому располагает. И до этого, и просто, и обязательно это будет в будущем, тюремная медицина будет потихонечку проникать в гражданскую, потому что, во-первых, тюремная медицина сама по себе никогда не будет справляться с своими медицинскими задачами. И чем больше вовлекается людей во всякие судебные, тюремные дела, тем больше медицина в этого влечена оказывается. Почему вы думаете, и ваши коллеги думают, те, кто поехал к Навальному, что ему нужен кардиолог? Я сейчас объясню. Меня туда пригласили в первую очередь как врача реанимации, когда вы получили устрашающие и пугающие результаты его биохимического анализа крови, в котором была выявлена так называемая гиперкалиемия, то, что обсуждалось довольно широко, калий 7,1 ммол на литр. И это показатель напрямую угрожающий для жизни. А если доктора Владимирские не выходят с вами на связь, если мы все-таки не очень хорошо понимаем, что с Навальным, если есть врачебная тайна, ну скажите что-нибудь, что с ним? Я думаю, что у него, ну так вот потому, что он жаловался, есть заболевание позвоночника, которое нужно тщательно обследовать и правильно лечить. Я уверен, что правильного лечения в условиях тюрьмы быть не может. Я уверен, что его нужно перевести для лечения в медицинское учреждение, которое умеет и способно это делать. Я не знаю, как сейчас его выводят из голодовки, я надеюсь, что правильно, но я уверен, что из голодовки нужно выводить аккуратно, правильно, под медицинским контролем. Вот, во всяком случае, неправильный выход из голодовки только вредит. Ну, я надеюсь, что будет какая-то новая информация, будет какая-то уверенность в том, что у него все сложится со здоровьем хорошо. Я прямо уже слышу, как раскаляются клавиатуры, и нам с вами прямо в компьютер, прямо в экран кричат и пишут, что все только про Навального, а другие в тюрьмах умирают, и вот и ничего, и как, а вот вы только все про это, у Навального 28 врачей, тут ни у кого нет. Граждане дорогие, давайте мы это пропустим. Нет, это важно на самом деле, потому что те требования, которые выдвигал Навальный, ради которых голодал, он же глобально это делал не для себя, а делал это для всех остальных заключенных, потому что показывал... И почему, собственно, эти требования не выполнялись руководству, на мой взгляд. Я себя ставил на место руководства, очень понимал, что если они сейчас пойдут на поводу у Навального и привезут к нему тех врачей, которых он хочет, то завтра половина Владимирской колонии скажет, мы хотим тоже своих врачей, и придется всем идти навстречу, потому что дальше все будут голодать. Это вполне законные резонные требования, чтобы люди, которые сидели в тюрьме, получали бы нормальную медицину. И голодовка Навального, она была в первую очередь за всех, кому нужна медицинская помощь, в тюрьмах или в средственных изоляторах. Потому что система подведомственной тюремной медицины, когда врач, который, в общем-то, должен принимать независимые медицинские решения, является прямым подчиненным руководителя колонии, это безобразная ситуация, это невозможная ситуация, так не должно быть ни в одном цивилизованном месте. Врач должен быть независимой единицей, и решения врача должны быть основанием для руководителя колонии, так и так это поступает заключенным. Врач должен сказать, этот пациент обнуждается в лечении в городской больнице таких-то врачей. И руководитель колонии должен сказать, да, так точно, сейчас мы его отвезем. А происходит же наоборот. Врач получает приказ, ты там напиши, что у него все хорошо. Ну и в этот момент он перестает быть врачом, он становится неким человеком с медицинским образованием в погонах. Это уже не врач. Вот, и вот это вот большая проблема. Я вам больше скажу, в цивилизованных, нормальных, таких скучных странах, там пенециарная система, да почти везде в мире, тюремщики не военные, у них нет погон. У них есть форма. Это вообще гражданское должно быть ведомство. С гражданскими врачами, учителями. Врач не должен быть в погонах, конечно. И тюремщик не должен быть в погонах. Это другое. Это человек, который излечивает брак в работе общества и государства. Я, конечно, вас читаю и удивляюсь вашей смелости. Конечно, у нас у всех очень много друзей, докторов, но таких смелых, наверное, нет. Вы же костерите, там департамент здравоохранения города Москвы. Просто вот на чем свет стоит. На поликлинике должны быть разрушены, в том виде, в котором не существует. Думаю, господи, Алексей Дмитриевич еще работает заведующим отделением ремиатологии. Кстати, да, почему поликлиники должны быть разрушены? Поликлиники в том виде, в котором они сейчас существуют, в городе Москве, конечно, это несомненный медицинский позор и медицинский вред. Потому что они не несут той функции амбулаторного звена, амбулаторного лечения, которое должны нести. выполняют в основном сейчас бюрократические задачи выдавания справок, собирания каких-то медицинских данных, не соответствующих медицинским современным рекомендациям. Ну, это еще диспенциализация. Вот. То есть, ну, вот в том виде, в котором поликлиники сейчас есть, это, конечно, безобразие. Мне просто кажется, что руководство города все время чуть-чуть делает акцент не в ту сторону, не в сторону медицины, а в сторону удовлетворения простых чувств своих избирателей. Ну, чтобы вот была поликлиника, хочется избирателям, и чтобы она была просторная, чистая, быстрая и удобная. При этом косвенно, если посмотреть на работу поликлиник, само руководство города показывает всем, что поликлиники не справляются со своей работой. Уже несколько лет в Москве организуют так называемые павильоны здоровья. Когда медицина пытается прийти к гражданам, ловя их буквально на улицах, в парках, в садах, на площадях, когда ставят эти павильоны, где работники медицины меряют людям давление, снимают кардиограмму, берут анализы крови. Ну, это хорошо же. Гуляешь в парке, зато давление померят. Конечно, хорошо, но это делается потому, что люди не ходят в поликлинику. Потому что пойти в поликлинику для многих это тяжело, проблемно, потому что они знают, что в поликлинике там записи врачи какие-то заставляют делать странные обследования непонятные. А поликлиника – это немножко пугающий институт для людей. Алексей Дмитриевич, я вот вас слушаю и думаю, что если заменить слово «поликлинику» на слово «школа», то под каждым вашим словом подпишутся учителя. А я бы еще заменила слово «поликлинику» на слово «тюрьма». Тюрьма должна быть в таком виде разрушена. Должна быть другая тюрьма, и школа должна быть другая, и поликлиника должна быть другая. Я думаю, что очень много профессионалов подставят своё и подпишутся под каждым вашим словом. Так что же нам делать-то всем? Вот знаете, мы когда договаривались с вами о беседе, я вспоминал, как мы ездили в колонию к Навальному и всякие другие случаи столкновения с тюремной медициной, и понял, что зачастую обычная городская медицина сродни тюремной. Вот нас не пустили к пациенту в тюрьму, а иногда пробиться к пациенту в больницу, это также сложно и проблематично. Выделено два часа в день на посещение пациента в больнице, согласно распорядку дня. Чтобы эти два часа надо бросить работу и приехать. Никаких других часов нет. В общем, не нравится мне то, как устроена больница. Вы задали вопрос коллегам, и когда вы задали этот вопрос, я подумала, я про это вообще ничего не знаю, по поводу осложнений после прививок. Вообще существуют стандартные законы, стандартные правила проверки любого, любого медикамента, любого лекарства, после того, как оно вышло на рынок. Прежде чем выйти на рынок, лекарства, любое, вакцины или все остальные, должны проходить несколько этапов клинических испытаний. Ну вот так случилось с вакциной «Спутник». Она была испытана в третьем этапе клинических испытаний, показалось, что ничего плохого у них вроде нету, и выпущена на рынок. Теперь начинается четвертый этап клинических испытаний, когда повсеместно собирается любая информация о возможных побочных действиях, связанных с использованием нового препарата, вакцины или не только. Каждый врач в каждом месте своей работы, если он видит любое осложнение, которое он может связать с действием того или иного лекарства, обязан репортировать в высшестоящие регулирующие органы. В идеале, если я предполагаю, вот у меня поступил пациент в больницу, который получил две вакцины, и у него случилось какое-то заболевание. Я не знаю, это заболевание связано с вакциной или нет. Но так как я вижу, что пациент получил новое лекарство и заболел какой-то болезнью, я должен об этом репортировать. Сбор большого числа таких данных в будущем позволит понять, являются ли какие-то осложнения типичными для нового лекарства или случайными. Например, будет показано, что у 80%, которые получили вакцину, у которых какие-то осложнения случились, там появляется сыпь. Если таких осложнений много, то анализ покажет, что эта сыпь связана с новым лекарством. Была такая талидомидовая трагедия. Все знают, что это такое в медицине, точно знают. Когда седативный препарат, талидомид, часто принимался беременными, потому что они должны были себя успокоить. Принимался-принимался, все было хорошо, пока не выяснилось, вот в таких постмаркетинговых отчетах врачей, что у этих беременных рождается очень много детей с редуцированными ручками и ножками. И это связали с талидомидом и доказали, что действительно у него такое есть тератогенное действие. Теперь он противопоказан для беременных абсолютно. Поэтому чем больше мы будем подавать различных отчетов, связанных с любыми заболеваниями во время вакцинации, после вакцинации, после первой вакцинации, второй вакцинации, тем больше сложится пула знаний, которые позволят понять, насколько эта вакцина действительно безопасна. Такой главный, наверное, вопрос последних полутора лет. Медицина и права человека. Надо ходить в масках везде-везде, надо держать закрытыми рестораны везде-везде, надо вот никуда не ездить никому. Правда надо, да? Ну, смотрите, я бы в вашем вопросе все-таки понятие права человека бы сместил. Я не думаю, что ношение масок – это нарушение прав человека. Ну, это же просто вопрос привычки. Смотрите, вы же, ну, все мы не сопротивляемся этой сентенции о том, что нужно мыть руки после туалета или мыть руки перед едой. При этом надо понимать, что эта сентенция ей всего-то лет сто. Вот. Поэтому этот вопрос, к сожалению, только привычки. Ношение масок сейчас, когда сохраняется риск заражения, и там, и в Москве, и в России, постепенно чуть-чуть снова растет заболеваемость. Я думаю, это необходимо, особенно в тех местах, где люди столпываются, скапливаются. Тесный общественный транспорт, театры, стадионы, магазины. Думаю, есть в этом необходимость. Я в общественном транспорте езжу в маске. Не вижу пока в этом ничего катастрофического. В любом случае, если государство помогает людям пережить локдаун финансово, экономический локдаун, то и хорошо. В России это не так. Где-то в европейских странах это лучше, чем в России. Вот здесь, в Берлине, очень много чего нельзя, кроме одного. Вот можно с политическими требованиями выйти на площадь к Бранденбургским воротам или куда-нибудь еще и поорать, что Меркель диктатор. Это вот Меркель диктатор, это удастся на всех углах. Но при этом у нас тут нет уголовных дел по нарушению санитарии и гигиены. А в России, собственно, огромное дело уголовное, которое грозит и сроками, может быть, даже и условными, и уж точно снятия... Но там уже в домашнем аресте, я так понимаю, находятся на ограничениях серьезных по санитарному делу. То, безусловно, это все отразится еще и на выборах, поскольку судимость есть судимость за нарушение санитарно-педиологических норм. А вот в этом законе есть хоть что-нибудь медицинское? Или он вот только дракон и все? Я думаю, что это та же история, как запрет на, например, грузинские вина, который родился по политической необходимости. До 2008 года мы грузинские вина покупали или воду покупали и пили нормально. Потом вдруг оказалось, что они ужасно вредные и надо срочно приостановить их закупки по медицинским показаниям. Вот эти вот лжемедицинские показания, вообще использование медицины в таких политических целях, конечно, на мой взгляд, совершенно безобразны и быть не должно. Если очень хочется на кого-то вообще завести какое-то санитарное дело, надо брать руководителя московского метрополитена и тут же ввести его в суд. Ну, просто потому что надо увидеть, что в московском метрополитене происходит. Там много людей, они толпятся, не все они в масках, и организация московского метрополитена сделала так, что они там толпятся. Вы, конечно, доктор, я вас боюсь, вы радикальный человек. Значит, поликлиники надо уничтожить, но еще и скорую помощь. Нужно, это ваше соображение, прекратить заставлять лечить пациента. Расскажите, расскажите об этом. А это в связи с чем? Что делает немецкий гражданин, когда у него, ну, не знаю, сильно болит голова или неритмично бьется сердце? Нет, 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 мы ползем в поликлинику сжав зубы, это совершенно понятно, скорая помощь, ферботан, ферботан, я знаю. Вот, вот, садится в такси, едет там в амбулаторию или в стационар, или к семейному району, как это, general practitioner. То есть, нет вот этого вызова врача на дом. Вызов врача на дом – это порождение советского патернализма и какой-то тотальной ленности и наплевательского отношения к своему здоровью, в первую очередь. Человек, который готов по любой проблеме вызвать врача на дом, ну, он не будет заботиться о своем здоровье, он будет заботиться о том, чтобы врач приехал к нему и бахилу надел, прежде чем его лечить. Вот, поэтому эта вот опция вызова врача на дом, она, конечно, катастрофическая, неправильная и в Москве, и не в Москве врача на дом вызывают, ну, черт знает какой причины. Я работаю в своей кардиореанимации, у меня там очень много пациентов с нарушениями сердечного ритма. Такой пациент, в общем, обычно, вы мне рассказывали, как это делается в Голландии, у пациента впервые возникает нарушение сердечного ритма, он вызывает скорую помощь, потому что плохо себя чувствует, его привозят в больницу, устраняют ритмию и говорят, вот, помнишь, как у тебя было, помню. Вот в следующий раз сам приезжай в больницу, потому что следующий вызов скорой помощи – это за деньги. И это правильно. А в Москве так, привычный приступ аритмии, человек вызывает скорую помощь, скорая помощь приезжает, вводит лекарства, уезжает, через два часа приезжает на активный вызов, на контроль. Еще одна скорая помощь, аритмия не устранилась, еще раз вводит лекарства, уезжает, через два часа еще одна скорая помощь. С третьего раза пациента все-таки привозят в больницу. Представляете, какие медицинские ресурсы тратятся всего лишь на то, чтобы человек сел в такси и за 100 рублей доехал бы до ближайшей больницы. Да? Это безобразная трата сил, средств, моих как налогоплательщиков. Ну, а тем более, что лечить это все на дому еще и опасно к тому же. В социализованной стране, в стране развитой медицины, в Германии, в Америке, во Франции, скорая помощь приезжает на жизнеспасающие случаи, на автокатастрофы, на сердечные приступы, на какие-то такие, правда, угрожающие ситуации. И это правильно. Задача скорой помощи с мигалкой довести пациента туда, где есть медицина. Ну, если надо спасти жизнь вот в эту секунду, то спасти жизнь в эту секунду. Больше ничего. Знаете, я так в Дании спросила в тюрьме. Очень похоже, почему-то вдруг опять сближение тюрьмы и медицины. Я спросила, беременных у вас сажают? Сажают. Женщины в тюрьме рожают? Рожают. Дети сидят, женщины сидят. Говорю, а детдома у вас где? Говорит, какие детдома? Она говорит, а вы просто очень богатые. Вы строите большие здания, подводите отопление, намеваете персонал, бухгалтерию. А у нас у меня с нескольких домов такси. Оно приезжает с утра в тюрьму, забирает детей, отвозит в детский сад. Там задумка социализация, медицина, психологи. А вечером привозят, и он смотрел. А у вас очень богатая страна, вы строите большие красивые здания. А у нас нет, мы такси, мы бедные, мы датчане. Почему-то это похоже на скорую помощь. Такси как-то заменяет очень многие институты просто. Истут скорой помощи, институт детского дома при тюрьме. Не знаю, давайте развивать такси. Ну, почему нет? Ну, это сложно менять психологию. Сложнее всего менять психологию и объяснять людям, а действительно нужно объяснять, что не по каждому чиху нужно вызывать скорую помощь. Что если у вашего ребенка заболел живот, то быстрее и проще взять такси, сесть, соседа попросить довезти. А скажите, сердечный доктор, у меня вопрос, который вам задают все время, ну, а чего, как стесняться-то, задам. А наше поколение будет жить долго? Или как всегда? Ну, вопрос же не в поколении. Ну, вообще здоровее? В каждом конкретном человеке. Каждый конкретный человек должен стремиться жить долго. А медицина многое что для этого делает. Осталось только помогать врачам тоже долго жить. Да, там, быть физически активными, не курить, правильно питаться, время от времени проходить нужное обследование для профилактики и выявления разных серьезных заболеваний, знать о своем уровне холестерина, сахара в крови, артериального давления, следить, чтобы не было раков разных. Тогда можно жить долго. Алексей Дмитриевич, а что делать, чтобы человек, российский человек, получал, действительно получал нормальную медицинскую помощь, за которую он фактически платит. Платит же он налоги. Чтобы родители получали лекарства, дорогие лекарства для заболевших детей, для больных детей, а не судились годами, там, с Минздравом или с кем-то еще, чтобы действительно люди не стояли в очередях на необходимой операции, там, годами, не дожидались помощи и так далее, и так далее. Что делать? Ходить на выборы и выбирать нормальных людей, а не мудаков. А вы женаты? Да. Понимаете, первый вопрос вытекает из второго. Это второй вопрос вытекает из первого. А то я вас люблю. Если что, жене можно сказать. Вы мне разбили сердце. У меня к вам маленькая просьба. Если все-таки вас допустят когда-нибудь к Навальному, все-таки из Берлина, мне кажется, привет вам будет как-то особенно приятен. Я передам. Спасибо, доктор. Спасибо вам за все. Спасибо вам. Спасибо, Алексей Дмитриевич.